Каждый пляж должен иметь паспорт готовности. Пляжей в Сочи около двухсот. Около половины муниципальные. Они переданы в управление арендатором. Условия содержания прибрежной полосы для всех одинаковы. Пляж должен быть чистым, широким, не меньше 20 метров до кромки воды и оборудован необходимой инфраструктурой для отдыха. Многие арендаторы на центральной набережной соблюдают эти требования. За исключением пансионата Эдем. Еще перед началом летнего сезона муниципалитет потребовал открыть эту территорию для свободного доступа туристов. Соответствующее решение вынес и суд. Но руководство пансионата выполнило требования по-своему, разделив тротуар на две части ограждением. Мэр Сочи был возмущен тем, что снова захвачена муниципальная территория. Мы требовали одно. Набережная должна быть в полном объеме набережная. Не половинка вот эта, а полностью, как прописано судом. Руководству Эдема дано немного времени, чтобы убрать с тротуара свои ограждения и привести прогулочную зону в порядок. У власти остались вопросы и к пляжной зоне, которую пансионат взял в аренду у города. Она до сих пор не имеет паспорта готовности и не оборудована по общим нормам. Так что администрация оставила за собой право передать этот пляж более добросовестному арендатору. Сама центральная набережная уже готова к приему гостей. В начале сезона один из пляжей в этом районе получил высокую оценку в виде голубого флага. Это международная награда от экологических организаций за чистоту воды и благоустройство. В целом можно сказать, что мы с каждым годом улучшаем качество пляжных услуг. Мы добились подтверждения это международными организациями, но впереди много-много работы. Самое главное – это чистота, чистота воды, это соблюдение всех правил Санпина, чтобы на пляже не было торговли, которая может привести к отравлениям. Добавлю, что голубые флаги получили еще пять пляжей в других районах курорта.